Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые зрители. Я приветствую вас от имени Школы Испанского Фехтования Тестреза Ченеч. Я думаю, те, кто следят за нашими новостями, за нашими докладами, уже знакомы с книгой господина Джарарля Тимбок Академии Меча. Я хочу сегодня начать разговор о главе номер 17, который называется «Об ударах». Мы будем продолжать этот разговор, у нас с вами уже были такие главы. В первую очередь, разрешите вам продемонстрировать первый разговор с 17 главой, для того, чтобы вы понимали, как выглядит общая концепция. Вот так выглядит этот рисунок. Это первичная загадка. Но в дальнейшем каждый круг рассматривается отдельно. И хочу показать вам следующий разговор по одной простой причине, что автор нам крайне рекомендует обратить внимание на круг номер 3. В данной главе, главе 17, именно третий круг является ключевым для понимания основных принципов. И принципа технического, да? И принципа методического. Теперь об этом побеседуем с вами подробнее. Итак, в самом начале повествования, в самом начале объяснения, Жерар Типо говорит о том, что нам нужно понимать важность навыков, нам нужно понимать важность времени постановки навыков. И нужно понимать, что в самом бою важны как атака, так и защита. А для того, чтобы проводить атаку и защиту, нужен навык. И он дает определенного рода предостережения. И говорит, что большинство намереваются изучить режущие удары в том темпе и в том мире, как им этого хочется. То есть за месяц или за два. И Типо именно предостерегает. Он говорит, что излишняя бравада, она не сможет порой сыграть с вами злую шутку. Что одного-два месяца может просто не хватить именно вам, именно с вашими психофизиологическими особенностями и прочим-прочим. В данном случае ориентироваться нужно не на время освоения, то есть я сделаю это за месяц, а именно на качество навыка. Именно это является превалирующим фактором. Он говорит, что с одной стороны студентам совершенно непонятно, что в равной мере и навыки, и слава на войне касаются как атаки, так и обороны. И вы должны понимать, что ваш оппонент тоже может это знать. Далее он говорит, с любой точки зрения атака осуществляется за счет большей силы духа. Это безусловно, то есть бравада, храбрость и прочее, они тоже важны в бою. И смекалка, и изобретательность. Но, конечно же, для того, чтобы вы смогли это все применить, то есть ваши не могут быть знания, умения, непосредственно в поединке, самую главную роль играет навык. Далее. Я действительно допускаю, с другой точки зрения, атака осуществляется за счет большей силы духа, однако и для защиты ее должно быть достаточно, чтобы оборона была эффективной. Я действительно допускаю, что могут появиться и другие причины, определяющие оборону, кратко проявляя себе в дет такого рода. Дело в том, что чем больше человек уверен, что он столкнется только с одним видом атаки, тем больше он именно эту атаку и ждет. И в этом в том числе заключается ошибочность наших суждений. Давайте запишем это предписание. То есть, опять-таки, чем больше человек уверен, что, например, его будут атаковать каким-то особым ударом, коронным ударом, а в любом случае он будет ждать только ту атаку, которую он знает, потому что, в принципе, представить ту атаку, которую они знают, он даже не может. Соответственно, возникает следующая зависимость. Чем больше человек уверен, что столкнется только с одним видом атаки, тем больше он ее ждет. Тем больше он ждет именно эту атаку. В данном случае понятие финта, коронки или чего-то иного, оно в том числе налагает некую лимитированность. То есть, если вы умеете делать что-то одно, и ваш противник об этом знает, он будет от вас ожидать именно этого удара. Далее. Обратное утверждение. Также верно. Необходимо, чтобы качественная оборона могла сработать против всего. И мы не можем назвать оборону хорошей, если она не обладает абсолютным совершенством. Следующее требование. Именно требование к обороне или к защите. Требование к обороне. Она должна обладать абсолютным совершенством. По сути, она должна быть многофункциональной. Она должна быть только всему. Абсолютным совершенством. Как вы понимаете, данное утверждение актуально не только для 16-го, 17-го, 18-го века, в котором действительно существовала некая разность применения оружия. То есть, были шпаги, рапиры, кинжалы, даги, стилеты и прочее. И, безусловно, тем более, как раз ориентируясь на это разнообразие, описывают, что ваша оборона и ваша защита, равно как и атака, должны быть готовы ко всему. Но и на сегодняшний момент времени, уважаемые господа, у нас в 21-м веке, собственно, тоже ничего не поменялось. То есть, в любом случае, человек может использовать полуруки, может взять любую палку. Вообще, все, что попадется под руку. Это может быть кастет, это может быть нож. Опять-таки, может быть все, что угодно. Поэтому нет смысла ожидать того, к чему привыкли именно вы. Необходимо для начала понимать, что существуют и другие варианты. И быть к этому готовым в том числе. Дальше я скажу на следующее, пишите вам. Вам понадобится еще больше навык и умения, чтобы справиться с теми, кто совершенно не понимает ничего в науке обращения с оружием. То есть, дело в том, что ранения вам нанесут не из-за ловкости, а именно по причине атаки. Будь то нападение совершено либо из благоразумия, либо совершенно случайно. То есть, его говорит о том, что противники, которые вообще не обладают никакими навыками фехтования, которые просто хотят нанести вам бред, они гораздо опаснее, чем те, кто фехтованием занимаются, практикуют, и уж тем более, чем те, кто являются мастерами. То есть, эти люди, они не обладают никакими принципами, они не обременяют себя этикой и моральной. Вот в чем речь. И именно эти люди, они опаснее. Бывает даже так, что человек говорит, я и сам не знаю, что я могу натворить. То есть, он сам не ожидает, как именно он будет действовать. Он будет действовать тем способом, методом, который его доступен, то есть, бессознательно. Но, собственно, в любом случае это касается вашего оппонента, а значит, это касается и вас, потому что вам нужно будет как-то этому противостоять. Далее. Поскольку основной принцип, который мы обсуждаем в данном случае, касается знания, как противостоять режущему ударам достойно, здесь мы покажем несколько примеров, представляющих совокупность операций по движению вправо, поскольку с тем, как двигаться влево, мы говорили в главе номер четырц. Опять-таки напоминаю, что помимо данных предписаний, с методологической точки зрения, то есть, как тренироваться в нанесении ударов, в противостоянии ударов, мы говорим сейчас о ударах режущих. Но при этом Типо говорит о том, что все прочие принципы, они в том числе валидные, действительно, их никто не отменял. Круг номер три в данной главе, повторюсь, является одним из самых важных, и к нему Типо будет возвращаться. Итак. О чем нас предостерегает автор уже в выводах в данной главе? Он говорит о том, что мое наблюдение обладает очень величайшей важностью. Дело в том, что все движения крайне просто преодолеть на момент их начала, то есть на замахе. Все движения крайне легко преодолеть на момент их начала. И вот это один из ключевых принципов, который в том числе показывается, описывается на моделях в умении противостоять режущим ударам. Более того, те, кто будут знакомиться с книгой читательного главу, будете встречать еще такое понятие, как эстромозон. Это говорит об ударе, непосредственно выпад в лицо. И именно эти удары в том числе здесь будут показаны, как парировать. Так вот, вернемся к самому принципу. Все движения крайне легко преодолеть на момент их начала. Здесь Типо приводит сначала вообще пример из окружающего мира. Он говорит, что в самом начале, в самом явлении, как только оно зарождается и растет, только начинает расти, оно крайне слабо. Учтите на примере демонстрации, сравните в качестве примера то, как начинают расти деревья, как вырастают малыши животных, как растут человеческие дети. Затем он идет далее. Теперь посмотрите на то, как строятся города, как образовываются нации, даже целые королевства. Как видите, в общем и целом, проходит несколько периодов с момента рождения тех или иных явлений до того, как это явление достигнет своего пика. И дальше он задает вопрос, а разве сложно это все контролировать, встречая на пути наименьшее сопротивление? С другой стороны, если позволить этому вырасти, то уже на пике, то есть когда явление окрепло и так далее, и так далее, вам будет очень тяжело с ним иметь дело, потому что вы встретите такую силу, которую в конечном итоге будет невозможно сдержать. Далее Димон приводит еще один пример. Он говорит, давайте себе представим, что у нас есть некий, условно, например, холд, да, или гора. Вот, вот, это холд. И давайте теперь для резонности демонстрации представим, что у нас вот здесь лежит камень. Вот это камень. И так, можно сказать, теперь представьте, что этот камень кто-то толкует, и он начнет катиться с горы, да? Вот в самом начале, это и есть начало, да, вот, вот, сила только начинает возрастать, да? В самом начале, чтобы остановить этот камень, вам не потребуется ничего больше, чем ваша рука и сила вашей руки. То есть с этим может справиться кто угодно, и ребенок, и женщина, и мужчина. Когда же уже камень будет на середине, то есть вот здесь все крайне легко, вот здесь вам уже будет достаточно непросто остановить этот камень. Но когда же камень достигнет своего пика, да, вы уже не справитесь силой этого камня, летящего на вас. Это легко можно увидеть, и на примере ловения, и всего остального. И вот именно этот принцип, его и говорит, что его необходимо учитывать. Вот он как раз и описан. Все движения крайне легко преодолеть на момент их начала. И с точки зрения схватки, с точки зрения поединка, с самого начала у нас как раз таки является замах. И тихо говорит, любое действие, любое движение, любой технический элемент, каким бы мощным и грандиозным у него, его легко можно преодолеть на замахе. То есть в момент его начала. Еще до того, как оно драстет своего пика. Далее, если вы сможете уловить самое начало времени движения, все будет очень легко. И вам ничего не придется делать, кроме как направить острие вашего меча вовремя, поскольку необходимо будет мечи скрестить именно в тот момент, когда ваш противник замахнется своим оружием. Это подтверждение моих объяснений. Тем не менее, я не говорю и не имею в виду, что вам необходимо ощупывать и преследовать своего соперника. Я более имею в виду, что ваш соперник сам должен быть вынужден скрестить с вами клинки. Более того, также я говорю, что ваше движение в большей степени должно быть основано на скорости, нежели на силе. Для того, чтобы сработать таким способом, насправьте свой меч и скрестите его с мечом соперника в его центральном мире. Именно это является ключевым принципом и источником всей ее силы. То есть, опять-таки, помимо того, что предлагается работать на замахе, есть еще понятие центральной меры. То есть, это центральная точка, которая разделяет меч по полу. Тибу рекомендует уделять внимание центральной мере, потому что считается, что именно эта точка позволяет нам пресекать возможность роста силы удара противника и вообще возможность ему применять силу против нас. Следующий пример, который приводит господин Тибу, по сути, опять-таки, это метафора, это уже не камень, да, это уже достаточно другой пример. Он говорит, давайте с вами сравним свечу, солнце и то, каким образом происходит вообще освещение. Он говорит, да. То есть, если, допустим, то есть, чему сродни описанная конструкция? Допустим, мы находимся в комнате, в которой горит одна единственная свеча. Точно так же в поединке. И всегда есть вот это единственное пламя свечи. И если вы найдете это пламя свечи и его погасит, то, по сути, дальше все погрузится в темноту, да. Это аллегория, это метафора. Точно так же здесь, если вы сможете увидеть этот замах и пресечь движение противника на замахе, то для него все погрузится в темноту. Он не будет знать, что делать, ему придется делать все заново, переставлять ноги и так далее, их искать подход и прочее, прочее. Точно так же мы говорим, а теперь как действуете вы? А вы можете действовать как соусы. Это опять-таки метафора и аллегория, да. То есть вы должны действовать так, чтобы ни в коем случае нельзя вас можно было воспринимать как нюхую свечу. И таким образом, чтобы нельзя было применять все эти вещи, в том числе против вас. Вот такие принципы описаны в главе номер 17. Мы продолжаем исследовать удары. И именно такие вот объяснения и концепции жена Тибо предлагает для практики. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok